Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. А кто ей обеспечивает эту самую собачью жизнь? Вопрос, ответ на который очевиден. Это владельцы, те самые, которые заводят питомцев лишь потому, что захотелось взять в дом милого и пушистого щеночка. Но радость от присутствия щенка в доме проходит быстро, как только щеночек вырастает во взрослую собаку, требующую все больше и больше внимания к себе. Но внимания у хозяев почему-то не хватает. И жизнь питомцев с того самого момента превращается в собачью. Как решить эту ситуацию? Вопросы есть, и мы начинаем. Я вас приветствую, уважаемые гости. Тема, на мой взгляд, актуальнейшая, особенно для нашего региона. Все мы здесь живем, ходим каждый день по улицам, находимся в своих подъездах и видим, что, в общем-то, нам преподносят те самые владельцы, тех самых питомцев. Наталья Петровна, вы, как руководитель административной комиссии, знаете все случаи, которые происходят с нашими гражданами по причине того, что на них, например, напали животные, либо кто-то неправильно содержит своих домашних питомцев. Вот расскажите, каков процент тех самых обращений? Процент точно я не скажу, но он очень большой. Для количества населения нашего округа это очень много. Я могу сказать вам, что у нас раньше, до 2012 года, работала статья 6.1.3. Эта статья называлась «Нарушение правил содержания собак и кошек в населенных пунктах». И эта статья работала очень хорошо. За 2012 год у нас только хозяев, которые имеют животных, а штрафовано 43 человека. Это только те, которые имели хозяев. А те собачки, которые покусали, и мы не нашли хозяев. За первый квартал этого года у нас 8 случаев из 8-3 покуса. Для нашего населения города, это не округа города, это очень много. Безответственность населения сказывается буквально на каждом шагу. Вот 6 апреля мы рассмотрели два случая. Фамилии я называть не буду, так как это персональные данные. Но назову дом, потому что этот дом на слуху у всех. Улица Ленина, 21А. Прямо центр города. Да. Заявление написали 11 человек, жителей этого дома. Помимо этих 11 человек, которые подписали заявление в ОВД, 6 дали объяснение. Живет хозяйка в подъезде в пятом. Содержит трех больших собак. Немецкие овчарки. Я вчера видела, как они ходят по городу. Немецкие овчарки. Одна овчарка живет прямо на площадке. Как пишут заявители, что они неоднократно обращались к этой хозяйке. Хозяйка в ответ грубит, хамит и не реагирует на просьбу жителей. У жителей иссякло терпение. Они обратились в милицию. Милиция позвонила в СЭС. На что врач Филиппова ответила, что она неоднократно проводила профилактическую беседу с этой хозяйкой, но хозяйка никак не реагирует. Милиция также провела в очередной раз профилактическую работу. Но в своем объяснении в административном материале хозяйка заявляет, что она на мордник одевать не собирается, как в правилах прописано. На поводке выводить тоже. Один раз она собирается, будет. Другой раз она не будет выводить. Так что что хотите, то и делайте с ней. Я знаю, что есть административная ответственность. Ну а что сами хозяева обычно говорят в своем оправдании? Вот она так отвечает, что я знаю. Второй случай. На Меньшиково. Два дома. Хозяин соорудил будку, содержит в этой будке двух собак. Эти собаки, к ним еще приходят в гости друзья их собачки. И эти собаки ни ночью, ни днем, ни утром не дают покою жителям близлежащих домов. Воют, лают и так далее. Хозяин, правда, не знал правила до нашего составления административного материала. Я надеюсь, что он мудрый человек, правильно отреагирует и уберет построение. Потому что, согласно наших правил, есть такой пункт 3.3.3, где запрещаются самовольные постройки без разрешения городской администрации возводить постройки. Наталья Петровна, спасибо. Я хочу к Екатерине обратиться. Владельцы такого, конечно, неустрашающего вида собачки. Но хочется узнать, действительно ли сложно содержать домашнее животное? Почему мы пригласили сегодня Екатерину? Потому что в Наринмаре я видела единственную хозяйку, которая убирает на улице за своей собачкой, следит за ней. Сложно соблюдать требования и правила? Нет, если ты уважаешь себя, уважаешь людей, которые живут в этом городе. Что в этом сложного? Взять и убрать за своей собакой. У меня собаки две. Вот по поводу собак, которые гуляют без ошейников, так как порода без поводков, так как порода очень маленькая, эти собаки на вольном выгуле нам мешают, они могут накинуться. То есть если эта овчарка даже лапой наступит на крошку мою, то крошке, извиняюсь, будет перелом. Поэтому это очень проблема такая вот именно для нас. Но общаясь с другими собаководами, все соблюдают требования? Либо каждый закрывает глаза и говорит, а, моя собака добрая, она никого не покусает, и, в общем-то, не надо её бояться? Ну, в моей семье, у кого есть собаки, они все соблюдают такие требования, конечно. Всегда убирают, всегда поводок, и если надо, намордник. Спасибо большое. Хочется обратиться к Даниилу. Даниил, вот насколько известно, вами внесены две поправки в законодательство, касающиеся как раз-таки содержания животных. Мы знаем, что сейчас есть штрафы, да, за ненадлежащие. Что вы предлагаете? На самом деле, ну, не я, скажем так, вношу эти поправки. Сейчас законопроект разрабатывается департаментом природных ресурсов и будет внесён в администрацию округа. Вот, там как раз-таки, скажем так, в новом законопроекте, насколько я знаю, они соберут всю вот эту положительную, позитивную практику, которая воспитывает, скажем так, владельцев и будет приучать их к правильному обращению со своими животными. На сегодняшний день, да, у нас, вот как Наталья Петровна сказала, у нас есть правила благоустройства, которые принимаются в каждом поселении отдельно. И вот, по крайней мере, по городу и по посёлку искателей, там эти правила содержат пункты, касающиеся выгула и в целом обращения с домашними животными, включая собак. А ответственность за них предусмотрена законом об административных правонарушениях. Там именно идёт за нарушение правил благоустройства. Она на физических лиц может быть в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Вот, пока вот у нас на таком уровне регулируется это. И, на самом деле, вот мы тоже с Натальей Петровной сегодня созванивались. Единственный механизм и способ приучать хозяев – это, скажем так, гражданская позиция самих жителей. То есть, пока не будет заявлений от жителей, никаких мер предприниматься к собакам не будет. То есть, достаточно даже, в принципе, сфотографировать, написать заявление, если известно проживание там или фамилия, имя, отчество владельца собаки, заявление должно быть отнесено в полицию. Участковый проведёт опросы, возьмёт объяснение с владельца собаки, с заявителей самих. И там уже административная комиссия примет то или иное решение. Порой бывает сложно понять, кто хозяин собаки. Вот бегает собака по улице. Как вот меня всегда интересует вопрос. Ну, смотрите, полномочия по ветеринарии, они у нас исполняются округом. Это окружные полномочия. В этом случае у нас есть ветстанция. Если собака, ну, хозяина, её нельзя установить, значит, собака бородячая. То есть, эти собаки отлавливаются. И в течение полугода, либо разыскивается хозяин их текущий, может быть, хорошо, когда находятся новые хозяева. Если нет, то, к сожалению, процедура предусматривает, что эти собаки должны быть усыплены. Вот, кстати, можно обратиться к руководству питомника нашего Ивана. Расскажите, пожалуйста, какова статистика, сколько животных попадает? Как сказал только что, Даниил, если собака признаётся бездомной, она попадает в питомник. Вот сколько у нас собачек попадает в питомник? Ну, с начала года попало уже в питомник 300 животных, 300 собак. Вот, это всё у нас по городу. В общем, ездим, отлавливаем. Там очень много привозят животных, ну, сами хозяева там. Собака, ну, не надоела там, либо болеет, ещё что-то привозят к нам. Вот, также очень много собак мы отлавливаем. Потом хозяева приезжают, находят их у нас. Ну, приезжают, просят посмотреть, вот, находят свои животные. Мы также это всё тачкуем и направляем в муниципальный контроль. Вот у нас сейчас готовится большое очень письмо с многими жителями, которые нарушают порядок содержания. А вот насколько дорогостоящие мероприятия? Отлов животных, водоставка, содержание потом в питомнике? Получается, что у нас люди завели, поиграли, а потом это всё ложится на плечи бюджетов муниципальных? Или как это? Насколько? Ну, мы содержим их, да. У нас, то есть, затраты идут на транспорт, на приспособления для отлова различные, да. Плюс лекарства, вот, мы лечим животных, которые у нас в приюте находятся. Ну, мы стараемся найти хозяев, как бы, животным. То есть, в последнюю очередь, там, у нас какие-то проводятся усыпления, там, как говорят, или ещё что-то. Вот, то есть, всегда стараемся найти животные. У нас волонтёры нам очень помогают, в округе есть движение волонтёров. Вот. Спасибо. Павел Васильевич, хочется услышать Вашу позицию по данному вопросу. Вот, мы проводим такие мероприятия, как по отлову содержания, на Ваш взгляд, справедливо? Ну, да, это справедливо, потому что, как бы, общество не должно страдать. Да, даже если собака признана, как бы, бесхозной, бездомной, их надо содержать, и я в своё время даже принимал участие с этой питомника, там, я даже удивился, что там вложены большие средства. Сделана канализация прямо для собак, в будках для собак. Тёплые будки, я считаю, что здорово. Ну, получается, мы создаём условия для того, чтобы у нас люди с лёгкостью отдавали в питомники своих собак. Ну, я считаю, что всё равно надо ужесточить, по идее, отношение людей к людям, чтобы люди относились к животным нормально. Если нет, пускай платят штрафы. И чтобы у ношенников всех были бирки с телефонами, с кличкой поймали, бездомную, вроде как бездомная, поймали, отловили её, привезли в питомник. Хотя, что, забирать только через штраф. Если они попадают, мы их всех чипируем. То есть в следующий раз, если животное попало к нам, есть специальное приспособление, мы подносим сканер, да, и он выдаёт номер животного, который находится у нас. Спасибо. Вера Авенеровна, в школе мы говорим... Да. Скажите, пожалуйста, вот руководитель питомника я хочу... Временное содержание, пункты временного содержания животных. Скажите, пожалуйста, вот в порядке, который утверждён окруженной властью, есть такой пункт, что если хозяин забирает свою собаку из питомника, ну, если это пункт временного содержания, он должен оплатить расходы по содержанию отлова этой собаки. У нас на практике такой пункт не работает пока, да? Нет, на практике у нас всё такое не ведётся, да. То есть у нас считаются животные всё-таки безнадзорными. Да, потому что очень сложно... Мы не можем доказать, что это хозяин именно этой собаки. Да, очень сложно доказать, что это хозяин собаки. Когда получается, допустим, даже штрафовать, во дворе живёт собака. Вроде бы хозяин есть определённый, который кормит, будку установил, ещё что-то как-то. А когда приходит административный штраф, для того, чтобы наложить административный штраф, ну, комиссия, он говорит, а не моя собака. А как вы докажете? У него же право, собственно, не оформлено, потому что это дворняга. Право собственности оформлено только у нас, у породистых собак. Паспорта есть. Или те, кто обратился в ветеринарию в своё время и паспорт оформил, за прививку сделал, где уже запись как-то произведена, да? А где этого нет? Да, вот я и говорю, что сложно порой, наверное, установить. Очень сложно наложить административный штраф. Я вот хотела бы понять механизм, ну, скажем так, наказания. Я думаю, что всё-таки просто одним наказанием и штрафами ситуацию не изменить. Всё-таки необходимо проводить какую-то ещё и воспитательную работу. Потому что у нас ситуация в городе и в округе изменилась. Скажите на это. В лучшую или в лучшую? В лучшую сторону. В 2011 году у нас были стаи бродячих собак, не бродячих, вернее, бесхозяйных собак в городе, бродячих собак около города, в лесу. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону и изменилось отношение людей в лучшую сторону. Но тем не менее, коли мы тут здесь собрались, да, проблема существует, её надо решать всеми методами. И наказание, штрафы, воспитательные беседы. Вот сегодня ток-шоу как вот тоже эту роль несёт. Ну и показательный пример, как вот сегодня милая дама, такая сит, милая девушка. Собачка. Да, собачка, замечательно. Вот пример отношения к животным необходимо хорошо показывать. Спасибо, Наталья Петровна, вы хотели добавить. Ну, например, надо воспитывать детей со школы. Ведь мы утром наблюдаем, как детки наши идут в школу, а их любимцы сопровождают своих хозяев в школу. Затем дети заходят в школу, садятся на уроки, а детки наши, их животные, собачки в стаю, вот вам и опять стая животных. И весной бывает очень тяжело пройти вот мимо третьей школы. По три, по четыре, а то и пять, и семь собак. Поэтому я считаю, что нужно в школах, какой там предмет есть сейчас, не знаю, мой любимый Наринмар, где и любовь к Наринмару, и историю, и благоустройство, и уход за своими младшими питомцами. Наверное, это учителя должны всё закладывать, не только родители. Вот вчера случай такой же, иду с работы, но так как я 7 лет веду комиссию ответственным секретарём, и от нуля, от начала до конца все эти документы проходят через меня, наблюдаю 27-а, улица Ленина. Молодой человек вместе с женой, лет по 25, выводит собачку на поводке, без намордника, собачка большая. И тут же она около подъезда справляет свою нужду. Я ему делаю замечание. Он сказал мне, город ещё не купил, мешочки не выдал. Ну тогда вопрос. Я говорю, если город вам обязан купить мешочек, у вас в доме нет мешочка, тогда вы обязаны платить налоги, на которые мы будем покупать мешочки и выдавать. И таких случаев много. Вот случаев с покусами, буквально в январе, папа идёт в магазин с маленьким ребёнком, трёхгодовалым, ведёт ребёночка за ручку. Ребёнок шевелит ручкой, подбегает собака и кусает его за палец. Это хорошо, что собачка не откусила пальчик ребёнку. Или нашумевший случай у нас в 15-м году, когда ребёнка чуть не изуродовала собака на авиатора в 24. И щека, и чуть-чуть глаз не выгрызла она. И таких случаев 2009 года или 2008, когда судебного пристава и руки, и ноги покусала собака, был и такой случай. Хозяин, храняя свои гаражи, привязал собаку на 5 метров в верёвку. Судебный пристав шла по исполнению своих обязанностей. Собака кинулась, и её за руки, за ноги покусала. Кошмар, конечно, статистик совершается. И таких случаев я могу приводить и приводить и приводить. И вот сегодня, не сегодня, вот 6 апреля ещё очень один интересный случай такой. Переселили, Светка Васильевна много переселяет. И одна хозяйка, у неё детки подобрали собаку на улицу, привели в дом. Ну, семья, видимо, добрая, не решилась выкидывать эту собачку. Поселила её на площадке. У собачки ещё через 9 месяцев родилась. Да, стало 2 собачки. И вот каждый день жители подъезда выходят и наблюдают картину неприглядную и неприятную. Хозяйка сознаёт, что да, она убирает, дома она не содержит, содержит на площадке. Но пока собаке эти никто никого не покусал. Но это сегодня, а завтра что будет? Ведь мы же не можем заглянуть, что там у собаки в голове. Кстати, вот очень меня всегда поражает, когда делаешь замечание, почему собака без намордника или без поводка. Так она же у меня добрая, но она с вами, быть может, добрая, а со мной она будет злая. Кстати, про мешочки. Расскажите, пожалуйста, вы мешочки где берёте? Действительно так проблематично купить, достать, либо придумать какое-то другое средство? Я сейчас делаю небольшую рекламу. У нас на рынке есть магазин, продаётся всё для упаковки. Там эти бумажные мешочки стоят 5 рублей штучка. Если вам дорого по 5 рублей штучка, у нас есть интернет, почта. Можно там заказать. Да, там копейки. Это копейки. То есть проблем из этого делать не надо, да? Я бы хотела... Можно посолочные обычно. Николай Леонтьевич, можно к вам обратиться? Тема, конечно, у нас такая животрепещущая. И вы, как человек неравнодушный, хотелось бы услышать ваше мнение по этой актуальной проблеме. Можно микрофончик, пожалуйста? Да, конечно. Да. Первые правила у нас были 29 февраля 2000 года, номер 201. Вот я просмотрел. Но они были слабые. Затем в Совет Городского округа, город Неймар, были новые правила по содержанию собаки и кошек на территории муниципального образования город Неймар 24 июня 2010 года, номер 124. Но я хочу, знаете что, довести до вас конкретную статистику. Статистика – это хорошая штука, ее надо знать. Например, это конкретные данные. В 2012 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в НАВА сообщают, что согласно данных государственной статистической отчетности по городу Неймару зарегистрировано. В 2009 году было 115 укусов человека бродячими животными. Это цифры, они везде есть. В 2010 году 47 укусов человека бродячими животными. В 2011 году 58 укусов. Затем амбулаторные лечения окружной поликлиники в 2010 году прошли 26 человек. В 2011 году прошли 22 человека. Затем делают укол, вы знаете, это такой, он называется антирабическая вакцина против бешенства. В количестве 7 уколов всего 7 дней. Приходится делать человеку, но между уколами очень большой интервал. Первый – нулевой день. Затем третий день, седьмой день, четырнадцатый день, тридцатый день, шестидесятый день и девяностый день. А сейчас подумайте, какое, например, будет психологическое и физическое состояние ребенка. Не только ребенку, но и взрослого. Его ученика, конечно. Это разве шутка. Вот о чем надо думать окружной администрации. О последствиях. Эта проблема очень острая у нас в округе на сегодня стоит. Я привел только вот 9-10-11. Давайте вот с 13-го года же все-таки полномочия ушли в округ. И вот такую бы статистику хотелось бы, например, не узнать. А меньше ли она стала или больше? Это очень здорово. Я привел те данные, которые есть везде. И вы посмотрите, это же огромное. И это, я думаю, что это ненормально. Больше сотни укусов, конечно. Да, и потом, смотрите, я хочу сказать. А какие сегодня штрафы смешные? 3-4 тысячи. Ну, слушайте, ну это смех. От тысячи до трех. Ну, от тысячи до трех, да. Но это мизер. Надо минимум 10. Это было бы очень здорово. А это надо принимать где у нас? На законодательном уровне. Я думаю, как субъект федерации. Есть муниципальное образование город Нейнмар. Есть, тем более сейчас в округе. Ну, слушайте, у себя можно принять. Я думаю, это нормальное явление. И тогда, я думаю, результаты будут совсем другие. А вот давайте поинтересуемся, Игорь Николаевич, реально ли на законодательном окружном уровне принять еще более высокие штрафы для владельцев? Либо вот на ваш взгляд, надо тоже какими-то другими методами действовать? Добрый вечер. Ну, я вот готовюсь к программе. Понимаю, что проблема глубокая. Она и во всей стране, и на самом деле, и в мире. И такая ситуация патовая. Здесь выхода такого прямого нет. Но вот так, если подумать, регион у нас небольшой. Если бы здесь было сказано вот про чипы. Чипирование, да? Да, про чипирование. Вот многие там при перелетах, при животных мы чипируем, при попадании к вам они получают эти чипы. Вот если представить ситуацию, ну так, что все животные чипированы. Если вот принять такой акт, в этом случае, ну сейчас речь идет про собак, я сейчас не беру там. Получается, что любое животное, тут же проблема на две части разделена. Есть животное, которое вот было сказано, вот есть хозяин, он понимает, что он делает, но не хочет нищи за ответственность. Он ищет вот эти лазейки, что ему ничего за это не будет. Штрафы маленькие. Вот есть собаки, которые вот безнадзорные. Тут было сказано абсолютно верно. Три года, я вспоминаю, в стае ходили вот вокруг учреждения, помню, у нас детей много. Мы были завалены жалобами родителей. Сейчас этих стаи нет, ну вот в таком масштабе. Вот. Это, наверное, вот такая заслуга в регионе. Но если бы, ну вот были бы эти чипы, тогда получается, и при попадании в питомник можно было бы всегда найти, в случае собаки, если передача другому хозяину там как-то данные переносится. Я так, ну, представляю. И брать деньги за содержание в питомнике, увеличивать как абсолютно было штрафы за то, что вот за случай вот этих, ведь не секрет, это мы сейчас говорим про случай, там, укусил, а я сегодня поднял статистику, интернет, это же ужас, там, смертельные случаи. Статистика причём такая возрастающая. То есть вот если бы идти по этому пути, тогда, может быть, был бы какой-то, ну, через какой-то период результат. Люди бы начинали задумываться, что это, извините, ты заводишь животное, и ты за него отвечаешь в полном объёме, и потом ты должен не идти за это ответственность, в том числе и материальную. Вот из-за содержания в питомнике, из-за возмещения вреда и так далее. Вот у меня вот такое мнение. Спасибо. Павел Васильевич, я знаю, что вы владеете интересной статистикой. Мы говорим о том, что нужно, конечно, нести определённые затраты на содержание своего питомца. Мы же все понимаем, да, рожая ребёнка, либо когда мы берём собачку, что нам нужно будет её содержать и определённые средства тратить. Я вот знаю, что вы разузнали такие интересные цифры, да, сколько тратится денег, например, на собаку, которая у нас служит в полиции. Да, у меня очень хорошие знакомые, они кинолог, у них закреплена собакой, которая следит, ухаживает, получает зарплату. За собакой закреплена сумма суточная и 800 рублей в день, если мне не изменяет память. Просто обидно, что на ребёнка в месяц у нас закреплено 850 рублей. И как бы где справедливость, неизвестно. Я не знаю, какая сумма выделяется на содержание в питомнике, как бы столько ли, не столько, случайно, не 800 рублей. Да, я тоже хотел спросить, а какая сумма в 2016 году на питомник, например, бюджет не дал? Не в моей компетенции эти вопросы. Ну, она же известная сумма. Нет, мне неизвестна. Хорошо, а как тогда... Это вопрос депутата округа. Депутата округа. Даниил. Можно спросить работника питомника. Мы сейчас спрашиваем, сколько денег тратится на содержание животных, А я хотела бы спросить о их труде. Ведь если разобраться даже за деньги, не все согласятся работать с животными, потому что всё-таки мы говорим, что собака, особенно когда большая, она не просто... Она, можно сказать, оружие. Вот если говорить... Я хочу сказать, что собака — это компаньон человека из семейства псовых, род волки. Если убирать одну составляющую, получается, мы убираем человечность, да, остаётся псовый, род волка. И вот как вот работникам приюта работать уже, в принципе, если разобраться с теми собаками, которых предали? У каждого, да, свой характер. Кстати, готовясь к программе, мы обговаривали. Да, Анастасия, расскажите, как вот эти собаки, они себя ведут, которые попали из семьи, а, в общем-то, они в других условиях, вот психология какова? Эти собачки, они как дети, особенно щенки, которых у нас на данный момент 19 голов. Их просто в выходные пачками, грубо говоря, привезли. То есть 8 щенков от какой-то мамочки отняли, им примерно где-то месяц-полтора. Они просто плачут, когда к ним заходишь. Они вот как дети маленькие плачут, скулят. У некоторых я замечала даже слёзы на глазах, правда. Это просто я была в шоке. Ходишь к ним, подходишь, нянчишься с ними, ласкаешь их, гладишь, где-то подкормишь ещё дополнительно от того, что санитары у нас делают. От того удовольствия, которым, да? Да. Щеночки, конечно, бегают, значит, резвятся с тобой. Потом уходишь, они начинают опять скулить. Заходишь к взрослым собакам, кто-то агрессивен, кто-то начинает рычать, на тебя не подпускают, особенно в первый-второй день, когда хозяин просто приезжает и говорит, что я всегда обычно, когда я сама принимаю животного, приезжаю, участвую в этом, спрашиваю, по какой причине? Первая причина — мне подкинули, мне подкинули. Вторая причина — вот я переехал в новое жильё, грубо говоря, значит, там пусть в пятиэтажный, грубо говоря, дом, многоквартирный. Мне там нельзя содержать эту собаку. Я привёз её к вам. У неё есть кличка, ей, ну пусть возьмём в среднем, ей полтора года, то есть она осознанно взрослое животное. Когда хозяин уезжал, я смотрела на самоку, она долго скулила. Мы её посадили в вольер в отдельный. Она не подпускала меня к себе дня три. Санитары вот кое-как её подкармливали, вот просто, можно сказать, как палочкой туда вот подкармливали её, потому что она не подпускала. Мы боялись, что она сможет загрызть или покусать, в конце концов. После она просто, по-видимому, может быть, осознала, что, значит, моя судьба здесь жить. Ну, как-то стало добрее, что ли, я не знаю. В общем, находишь всё равно подход к каждому из них. Вот мы сейчас говорим про осознанные поступки, когда люди привозят осознанно, сдают животных. Ведь, наверное, нередки случаи, когда собаки, находящиеся на самовыголе, вдруг становятся бездомными. Что нужно делать хозяевам, чтобы они не теряли своих собак? Или вот таким образом жестоким не избавлялись от них? Выпустили погулять, пускай потеряется, её приберут потом. Ну, я считаю, если человек заводит собаку, он, значит, должен осознанно понимать, что ему, грубо говоря, полчаса утром нужно погулять, выгулить собачку. Полчаса также в обед, и можно сказать, там, часа два-три вечером, смотря в зависимости от, какая собака. Если взять хаски, то хаски не вообще беговые собаки. И дело в том, что одно время, наверное, в декабре, где-то месяце прошлого года, очень, я не знаю, ажиотаж какой-то был на этих хаски. Просто приезжали и искали щенков хаски. Я начинаю им задавать вопрос, с какой целью вам хаски? Тем более узнаю, где они живут. То есть у них не свой дом. Они не рядом с лесом, где можно собаку выпустить, и пусть она там километражи наматывает, да? Они хотят в квартиру. И объясняют это тем, почти каждый, кто приходил, спрашивал хаски, говорят, они добрые. Я лично считаю, как ветеринар, любую собаку, особенно с щенка, можно воспитать к доброте. Или наоборот, воспитать на то, чтобы он был охранником и не подпускал никого лишнего. То есть у меня у самой две собаки. Эти две собаки у меня живут днём на привязи рядом с будками. Если холодно, я их запускаю домой. Но у нас свой дом. Мне проще. Но тем не менее, они у меня самопроизвольно не гуляют. Гуляют только на поводках. А вы, например, если к вам поступило животное с признаками жестокого обращения, вы как-то сообщаете в ОМВД, например, либо в комиссию, чтобы наказать хозяева? У нас таких случаев было, в принципе... После аварии, да, действительно. Ребята где-то в 10-м часу вечера просто подъехали к дому, меня забрали уже с собакой. Собаку сбила машина в районе АТП. У этой собаки отказали тазобедренные суставы. Полностью крестец, в общем, вторая часть, вторая половина тела. Эту собаку мы привезли сразу к нам. Мы там капельницы поставили, обезболивающих сделали. В общем, грубо говоря, релаксирующие такие препаратики сделали. Она у нас уснула. Поспала она у нас. На следующий день она встала. Слава богу, у неё всё хорошо. То есть не было перелома, так как у нас там... Шок. У нас там в самом-то приюте нет рентгена, я так не знаю тоже. Вот эта собачка оклемалась и убежала. То есть она убежала, мы её даже не успели её отловить. Она побежала обратно куда-то. Вот я без понятия даже, как так получилось. Опять же, тоже куда вот обратишься? Не знаю, что за собака. По сканеру определила, что чипа нет. То есть, естественно, владельца мы не найдём. А вот сейчас недавно был случай. Привезли нам котёнка, месяца 4, наверное. Его, не помню точно, с пятого или с четвёртого этажа его выкинул хозяин. Сразу же соседи, значит, обзвонили в полицию, в общем, завели дело. Сказали, что у этого котёнка перелом. Ну, на следующий день я приезжаю, осматриваю животное. Слава богу, котёнку повезло, у него нет никакого перелома. Он просто был в состоянии шока. Вот лежал где-то сутки. Но это уже уголовная ответственность? Да, это уже уголовная ответственность. Дальше что? Я без понятия, конечно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а как часто или каким путём отлавливают собак в городе Нейнмаре? У нас часто это происходит или нет? Вот сейчас особенно март месяц, март-апрель, я думаю, что летний период идёт. И какое количество вы отлавливаете, например, в месяц, да? Или я не знаю, у вас по дням или как отлавливают? В месяц. В месяц? За месяц. И поскольку собак в месяц отлавливаете, скажите, пожалуйста. Ну, с начала года, я говорю, что за три месяца, ну, и немножко у нас в апреле взят 302, если точно быть, 302 безнадзорных животных было отловлено. Вот. Как мы их отлавливаем, поступают заявки, то есть звонят жители, есть телефон всем известный, я думаю, отдела по отлову. Вот. Звонят жители, что вот тут собака покусала, не дают пройти, ещё что-то. Вот. И у нас сразу же выезжает машина на место, по адресу, по указанному. Вот. Вы знаете, можно еще... Потом также у нас происходит отлов ночной. Мы выезжаем ночью. Ну, ведь есть собаки, а есть ещё щенков, ведь очень много. Бывает где-то по 8, штук по 9. Щенков в основном нам привозят. Привозят? Да, щенков, ну, они не так, не бегают. Я предлагаю подходить к подведению итога нашей программы, потому что время подходит к завершению. Мы сегодня выслужили различные мнения от того, что надо увеличивать штрафы до того, что нужно проводить профилактические беседы не только родителям, но и учителям. Вообще как-то по-другому, да, относиться к животным. Вот всё, всё-таки что же нам нужно сделать? У нас, получается, ветеринария для того, чтобы у нас, допустим, ну, живёт где-то там кошка или собака, которую все содержат, кормят, и она уже привыкла, очень многое время живёт, но хотим её стерилизовать. Если я приеду в ветеринарию, я должна буду заплатить, по-моему, 2,5 тысячи, да? Или сколько там должна стерилизация? Это, наверное, да, на ветстанцию это платно. На ветстанцию, ну, ветеринария. Получается, что... По стерилизации собаки? Да, собаки. Если меня не изменяет память, то 3,700. 3,700. А вот можно, возможно, для того, чтобы не популяция, не разрасталась, я думаю, может быть, какой-то один день, может быть, ну, в году или в квартал, или весной, или, наоборот, зимой, может, здесь какой-то что-то вроде день открытых дверей, и вот таких животных, у которых нет определённого хозяина, допустим, да, но живёт во дворе собака, все её любят, и вот, ну, чтобы не было очень много чинков, которых потом привозят. И стерилизовать её, да? Стерилизовать её, да. Вот возможно, не такое вот как-то... Мы проводим операции, то есть у нас, в которой животные содержатся, то есть мы их стерилизуем, там, котов кастрилуют, лечение... Это ваш пункт? Это, да, только наш пункт. Ваш пункт. Даниэл, вот ваш итог, каким будет сегодняшний программ? Ну, вообще, если так посудить, любая бездомная собака, это, скажем так, результат безалаберного отношения по отношению к ней её бывших хозяев, либо бывших хозяев родителей этой собаки. Вот. И поэтому здесь в любом случае без воспитания населения, как Наталья Петровна сказала, пока детям не начнём прививать, как нужно правильно обращаться с животными, что это большая ответственность, без этого не получится. А ещё, что касается тех людей, которые хотят завести собаку, это, конечно, нужно взвешивать очень аккуратно свои возможности и, самое главное, свою жилплощадь при выборе той или иной породы. Спасибо, Даниэл. Ну, я Даниэла полностью поддерживаю. Каждый, кто берёт собачку в дом, должен помнить, что это ваш член семьи. Кошечка, собачка. И так, как вы будете к этому животному относиться, точно так будут в последующей вашей жизни относиться ваши дети к тем, кто берёт и бросает младшего друга. Наверное, больше нужно рекламных показывать роликов, хороших, социальных, да. Как за собачками ухаживать. Вот у нас в подъезде педагог педколледжа. Даже когда папа – милиционер в командировке, девочка маленькая, второго класса, она три раза в день выгуливает эту собачку. Она никогда у них не бегает на улице одна. И мы в коридоре не видим жизнедеятельность этой собачки. Это говорит о том, что двое деток, что их мама правильно их воспитывает. Но у меня ещё есть одно предложение. Вот это уже из административной практики. Налог, не налог, а штрафные санкции. Первый раз, когда попадается материал, нужно оставить те же самые. Но по аналогии с другими статьями, когда попадает второй и третий раз, нужно штрафные санкции увеличить в два раза. Не три, а шесть тысяч. Потому что ещё один такой случай, вы говорите, что трагедийно. В стране у нас в ноябре месяце, 16 ноября, на улице Ленина, в Кармановке, собака чуть не загрызла мужчину. Хорошо он, да, он был выпивший, он был с братом. Брат еле отбил эту собаку. Самое интересное, что у этой овчарки хозяин за один месяц дважды был привлечён к административной ответственности. Сейчас он расстался, по всей видимости, с собачкой, понял. Он сделал будку прямо на тропинке около дома. И собака кинулась на мужчину. Это то, что трагедия не случилась, то это... Такое счастье, да. И ещё одно предложение. У нас собачек содержат на площадках. Управляющие компании, уборщица, технички убирают подъезды. Мы платим все за содержание дома, сколько человек в квартире, столько, и мы и платим с трёх, с четырёх, с пяти. Но если в квартире содержится собачка и кошечка, наверное, нагрузка на управляющую компанию, на техничку увеличивается. Вот не продумает ли законодателям, что если вы содержите собачку, будьте добры, как за полноправного члена, ну, конечно, не с такой собачки, но вот овчарке платить, чтобы техничке было не обидно, что она убирает за кем-то. Вы знаете, всё зависит от хозяев. Вот в моём подъезде жили две вот такие собачки, но мы постоянно, каждое утро наблюдали их присутствие, что было не очень приятно. Я считаю, что всё зависит от человека. Конечно, приятно. У нас в подъезде и две собачки, и кошка, но мы не видим их. У кого-то, извините, кошки, вот, ну, грубо говоря, также на свободном выпасе, извините, у меня кот только за пределы квартиры не выходит. Почему я должен платить за место? Вы знаете, я вам один такой интересный пример приведу. Вот напротив городской администрации дом. И там была такая ситуация в одном из подъездов. Когда их заселили дом, много кошечек, собачек, и вот один из подъездов, ну, просто загажен, зайти было невозможно. Что сделали жители подъезда? Они неравнодушные собрались, написали заявление, переписали всех этих собачек и кошечек, сфотографировали, подписались все и написали в УВД заявление. Оштрафовали всех сподряд. Ну, что-то не за компанией, да? Всем, насколько я точно помню, всем заявлений. Оштрафовали всех. Не обжаловал никто. Больше нам такого не поступало. Люди правильно поняли. На этой ноте мы с вами закончим. И я считаю, что в наших с вами силах, потому что каждый из нас обладает определенными полномочиями, определенными рычагами, еще улучшит эту ситуацию, потому что статистика все-таки, как мы видим, улучшается, да? Она идет вверх, в положительной динамике. Я вас благодарю за участие в этой программе. Это была программа «Есть вопросы». Сегодня мы говорили о ненадлежащем содержании домашних животных. Кто от этого страдает? Как решить эту проблему? Надеюсь, что после сегодняшней программы вопросов не останется. Продолжение следует...